И немало скитов у мужских монастырей, именно женских. Именно монастыри, которые действуют как под покровительством того или иного алконского монастыря. Причем на очень хорошем уровне, поскольку там строгое соответствующее, соответствующие платежки, которые приезжают очень часто из монастыря, и ромонахи, соответственно, здесь поведают монахинь, приезжают, соответственно, проводят литургии. Очень это взаимодействует и в плане экономических отношений. Самый известный женский монастырь в Греции, Успение Приспой Богородицы, в Армирии, в Халкидиках, он является, как бы, условным, духовным скитом от монастыря Симона Петра на Афоне, в котором в свое время собралось множество ушедших монахов из Метеор. Метеор – это особый район, доступный, и в связи с этим там монахов очень мало. Не все готовы привлекать, конечно, жить, как бы, в этом монашстве, в уединении, в большом окружении туристов. Так что, у мужчин есть Афон, у женщин Афона нет. Поэтому они в довольно большом количестве населяют женские монастыри. Можно или нет, извините, пожалуйста, можно или нет купить Афон? Здесь можно, конечно. На метеорах будет много. На метеорах будет просто больше выбора, огромнозначно больше выбора. Здесь в любом монастыре есть иконы, которые связаны с этим монастырем. В иконы, иконы в монастырях обычно, они освященные, что на метеорах, что в этих монастырях, но не написанные и не намоленные, как на Афоне, например. Соответственно, Афонские иконы реализуются на метеорах. Написанные и намоленные на Афоне. Естественно, здесь монахини иконы не пишут. Здесь надо иметь в виду. Значит, иконы...